Всем привет! С вами Викторович и Олег. Здравствуйте! Сегодня мы покрасим колесный диск из баллончика. Обычный колесный диск, штамповка. Даже не будем его разбортировать. Да, это делали все. Все красят колесные диски. И именитые гаражники, и такие любители, как мы. Не, ну кто любитель, а кто нет. Начинающие профессионалы. Поэтому мы покажем процесс покраски быстренько. Но перед этим поговорим о возможных нюансах, плюсах и минусах. Да, покрасить диски из баллончика это просто. Любая домохозяйка в домашних условиях может покрасить свои колесные диски. Особенно штамповку. И этим за полдня освежить вид своего автомобиля. Алгоритм покраски диска очень прост. Снимаем, зачищаем, обклеиваем, грунтуем, красим, лакируем. Даем высохнуть. Не, мы даем высохнуть между слоями. И между слоями, и перед нанесением лака. Между слоями, согласно инструкции, 5-15 минут. Вот в такую жару, как сейчас, можно и 5-ю ограничиться. После нанесения краски, чуть больше, ну, можно полчаса, можно 2-3 часа. Сейчас у нас жарко, градусов 35. Поэтому сушку можно делать не столь длительную. Хорошо, плюсы. Понятно. Быстренько, бюджетненько освежили диски, освежили вид автомобиля. Получили вместо вот такого унылого диска, вот такое вот прекрасное произведение искусства. Вот. Но, какие возможны нюансы, минусы, о чем хотим предупредить, чтобы потом не было мучительно больно за потраченное время. Ну, во-первых, краска в баллончиках, и грунт, и лак не столь надежны, не столь износа устойчивы. Как заводская краска, как покраска из покрасочного пистолета. То есть, любой бордюр зацепили диском. Шиномонтаж. Наши шиномонтажники ломами разбортируют диск. Все, появляются царапины. Царапины до металла, и диск снова начинает ржаветь, и терять свой внешний вид. Также не стоит забывать, вот, есть у нас баллончик краски, который мы будем наносить, сколько здесь, 500 миллилитров. То есть, грубо говоря, полкилограмма краски. Такого баллончика хватает на 3-4 диска. То есть, на диск уходит около 100-150 грамм краски. Ну, а мы все помним, что балансировочные грузики бывают 5-10-25 грамм. То есть, если мы нанесем краску неравномерно, зачистим диск неравномерно, есть риск, что диск немного, совсем чуть-чуть, или даже много будет разбалансирован. Это также стоит помнить. Кроме того, кроме краски мы наносим еще и грунт, и лак. Где вам снова поцарапают ваш новенький покрашенный диск. И не будет вам бить руль. Это тоже плюс. Да, есть альтернатива. Снимаем колесо, разбортируем, обрабатываем пескоструем и красим порошковой краской. Но такой вариант, он уже не будет таким бюджетным. И, возможно, кому-то проще, легче и быстрее будет купить новые диски. Вот, потому что затраты по финансам будут уже выше. Да и временные затраты. Ну, и нужен еще надежный друг, который вам отвезет эти диски. Либо поедете на зимнем комплекте резины. Вот. Сегодня мы покрасим один диск, покажем это. Вот. И через 3-4 месяца у нас наступит зима. Я буду менять резину на зимнюю. И посмотрим, в каком состоянии будут диски к тому времени. В каком состоянии они будут после шиномонтажа. Но это обязательно также покажу позже. Месяца через 4. Итак. Поговорим о наших материалах. Зачищать диск мы будем вот такой металлической щеточкой. Наждачкой. Восьмидесятка. Диск достаточно уставший. Грунтовать будем вот таким грунтом. Эпоксидный грунт. Закрывает металл от влаги. Препятствует коррозии. Покрывать будем вот такой вот краской для колесных дисков. Мотип достаточно износа устойчивая. Хорошо наносится. Выглядит красиво. И лакировать будем вот таким автомобильным акриловым лаком. Ньютон. Украинский производитель. Я пробовал таким лаком свой порог закрашивать в нижней части автомобиля. Ну, прошло уже больше года. Лакокрасочное покрытие еще не процарапано до металла. Да, есть коцки. Ну, куда без этого. Особенно в нижней части автомобиля на правом пороге. Ну, вот и все. Приступим. Покраска. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 ДimaTorzok